Видео подготовлено сайтом online-gdz.net. Всем привет! Рассмотрим с вами задание под номером 1081. Нас просят раскрыть скобки и упростить выражение. Перепишем условия по цифре 1. Итак, мы видим с вами минус перед скобками. И вспоминаем правило. Если перед скобками стоит знак минус, то при раскрытии скобок надо опустить этот знак, а все знаки, стоящие перед слагаемыми внутри скобок, изменить на противоположный. Что значит опустить знак? Значит, вспомнить это правило и больше на этот знак минус не обращать внимания, а обратить внимание, что нужно делать. А нужно все знаки, стоящие перед слагаемыми внутри скобок, изменить на противоположный. Перед а в скобках не стояло никакого знака, это стоял знак плюс. Меняем его на противоположный, будет минус а. Перед b стоял знак минус, ставим знак плюс. Минус b у нас не в скобках, поэтому мы его просто переписываем. Если буквенные выражения одинаковые, но имеют разные знаки, то говорят, что они взаимно уничтожаются, потому что их сумма равна нулю. Остается у нас минус а. По цифре 2. Минус c. На этот раз перед скобками стоит знак плюс. Если перед скобками стоит знак плюс, то при раскрытии скобок, все выражения, которые были в скобках, записываются с теми же знаками, с которыми они и стояли в скобках. Перед c стоит знак, который можно не писать, это плюс, поэтому теперь мы его пишем. Перед d стоял знак минус, так и оставляем без изменений. И опять же у нас с вами два выражения, одинаковые, но с разными знаками. Они взаимно уничтожаются, потому что сумма таких выражений равна нулю. И остается у нас минус d. Упросили второе выражение. По цифре 3. Перепишем условие. Итак, у нас перед первыми скобками стоит знак минус. Вспоминаем правило. Если перед скобками стоит минус, то при раскрытии скобок этот знак нужно опустить, а все знаки, стоящие перед слагаемыми внутри скобок, изменить на противоположные. Перед 2,7 не стоит никакого знака в скобках внутри скобок. Значит, это знак плюс. Меняем его на противоположный. Это будет минус. 2,7. В скобках перед а стоит знак минус. Меняем на противоположный. Это будет знак плюс а. Перед вторыми скобками стоит знак плюс. Значит, мы этот знак опускаем, скобки опускаем. И запишем свое выражение внутри скобок с теми же самыми знаками. Было минус а, так и останется минус а. Было плюс 1,8, так и останется плюс 1,8. Итак, два выражения одинаковые, но с разными знаками, взаимно уничтожаются. Результат суммы таких выражений это 0. А теперь нам нужно сложить с вами минус 2,7 и плюс 1,8. Первое слагаемое имеет больше модуль. Оно отрицательное, значит и сумма будет отрицательная. Ставим знак минус. А теперь из большего модуля вычитаем меньший. От 2,7 отнимаем 1,8, получаем 0,9. И последнее, четвертое задание. Переписываем условия. Итак, перед скобками стоит у нас знак минус. Опускаем его. И все выражения, которые были в скобках, записываем с противоположным знаком. Было минус 6,2, а мы пишем 6,2. Было плюс А, пишем минус А. Было плюс Б, пишем минус Б. Поменяли все знаки на противоположные. Перед вторыми скобками стоит тоже знак минус. Значит тоже этот минус мы опускаем, вспоминаем правило. И все знаки, стоящие в скобках, меняем на противоположные. В скобках перед А не стоит никакой знак, это плюс. Меняем на противоположные, будет минус А. Перед Б стоит знак минус, меняем на противоположные, будет плюс Б. Перед 10,9 стоит знак плюс, меняем на противоположные, минус 10,9. Итак, мы видим, что у нас минус Б плюс Б, это сумма противоположных выражений. Они одинаковые, но перед ними разные знаки, они взаимно уничтожаются. Такая сумма равна нулю. Теперь к 6,2 прибавляем минус 10,9. Второе слагаемое имеет больший модуль, оно отрицательное, значит и сумма будет отрицательная. Ставим знак минус. А теперь из большего модуля вычитаем меньший. От 10,9 отнимаем 6,2, получаем 4,7. Минус А складываем с минус А. Это будет минус 2А. Это как забрали арбуз и еще забрали арбуз. В результате у нас забрали 2 арбуза. Все, мы с вами справились с заданием. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Если остались вопросы, задавайте их в комментариях к этому видео, а также заходите в наши группы в соцсетях.